В этом ролике мы поговорим с вами про детские психотравмы. Детские психотравмы, которые влияют на взрослую жизнь. Напоминаю, если вы встречались хоть с каким-то травматическим опытом, будь то ожидание, будь то какое-то состояние, будь то, да что угодно, если вы встречались с чем-то, что действительно вас напрягало, вы это переносите во взрослую жизнь. И действительно, детские психотравмы достаточно сильно влияют на эмоциональное и физическое состояние. Если мы с вами говорим про то, что называется внутренний стресс, то очень-очень важно работать с тревожностью. И детские психотравмы влияют на взрослую жизнь таким образом, что ваше эмоциональное, физическое, нервно-психическое состояние напрямую зависит от того, что вы пережили в детстве. Если в детстве вам что-то говорили, чем-то раздражали, как-то вас напрягали, возможно, это сильно-сильно повлияло на вашу взрослую жизнь. И другой момент, если мы с вами говорим про то, что детские психотравмы во взрослом возрасте влияют на выбор профессии, на ситуацию, на выбор жизни, то это достаточно сильно может отражать и внутреннее, и внешнее состояние. Поэтому, если мы говорим про проработку травмы, то очень часто это должно быть через проработку со своим психотерапевтом в открытом доступе. Детские психотравмы могут заблокировать действительно отношения, деньги и другие проблемы, пока вы от этого лично не избавитесь. Потому что пока вы думаете о чем-то, ваша система работает, и она часто работает на каких-то внутренних убеждениях, на внутренних состояниях. И это очень-очень сильно может повлиять на все, что вы выбираете. Я считаю, что супер важно работать со стрессом, пока это возможно в вашей жизни. И еще один момент. Детские психотравмы супер важно, супер с ними важно работать после того, что вы для себя выбираете, какую жизнь вы выбираете, какую ситуацию, с чем вы не справляетесь и с чем у вас есть вопросы. Детские психотравмы могут привести к серьезному, отягощающему состоянию во взрослой жизни. У меня было очень много примеров. В основном женщин, которые не справлялись с ситуациями из-за тех или иных событий в их жизни. Пожалуйста, поддержите этот пост и передайте тем, кто заинтересован. Потому что многие не знают о том, что травма, она влияет на все. На эмоции, на настроение, на состояние, на выбор будущего и отказ от прошлого. Пожалуйста, пишите.